подскажи еще пожалуйста ты я знаю сейчас живешь киеве до основного тебя бизнесе с на рейтинге подскажи как ты контролируешь сотрудников как ты контролируешь их дистанционно и расскажи как как ты используешь нашу систему gps мониторинга дай как как она тебе помогла помогла ли она вообще все автомобили без мониторе нам знаком уже очень давно более шести лет я работал на предприятии через gps мониторинг мы контролировали весь транспорт мы все контролировать и водитель стал заправки прямо это у меня как шерлок холмзов понятно там если чек на заправку там в одно время в это время это вообще выгружает . это невозможно было он соответственно ставил карточку там на закон это все такое gps реально помогает как бы скинуть вообще вот этот момент где сейчас он находится а что он делает с моей машины и более чем бизнес меньше чем владелец относится к транспорту как к своему личному это не то что например там у тебя уже 200 автомобилей ты относится это просто к чему-то да а когда у тебя там 35 автомобилей ты относится к чему-то личному блин где он ездит они поехали он там по своим делам там он сейчас мою машину убивает еще чего-то поэтому это реально классно скинуть переживания плюс реально контроль и по топливу сколько списания со всем остальным плюс это реально я использую даже в своих личных машинах как дополнительная сигнализация да ну дай бог там что-то произойдет там как минимум если не отключит аккумулятор там да или там если не в какую-то место передвинуться посмотрю где эта машина на или такие момент реально очень помогает и с любой точки земного шара с приложения зашел посмотрел где автомобиль то есть вам это ты заметил как было до и как было после то есть тебе это мне даже выгодно в плане живу мои боли это постоянно видишь что машина как бы передвигается там где она должна быть я не ставил задачи там экономия топлива или что-то у меня потому что мне не такие объемы что там будут у меня какие-то десятки литров воровать но в плане безопасности там где машина находится сколько на времени было у клиентов там во сколько она стала на стоянку там ездила на сегодня ли не ездил до с какой скоростью ездила там составляет арена то что мне дает возможность как бы не уделять беру вот этим переживанием большое количество времени плюс классный инструмент вообще принципе для руководителей для службы безопасности это саму контроль это очень помогает то есть несмотря на то что вы не транспортная компания несмотря на то что у вас там нет я вообще но я не дали не то что там рекламу ли что я сейчас не представляю как можно если в каком-то на каком-то предприятиях ездить хоть один автомобиль как он может ездить без того что ты не можешь на нем следить но я сейчас вообще не представляет а там начинают от убора заканчивать чем угодно все за всеми должны контролировать следить смотреть и ну если это транспорт предприятия там ну ну тогда стоит копейки сколько 2 3 4 тысячи гриней на основную забыл уже только стоит это джипс это стоит реально копейки так ты вообще не паришься ты не думаешь водитель тебе сказал что он пошли на поставок на стоянки а сам где-то в баре на там выпивая чарку еще машину не поставь вообще об этом даже не думаю ты любое время зашел глянулся скажи был ли какой-то дискомфорт со стороны водителей были ли возмущение о том что чего вы за мной контролируете или как это наверное происходит в садеповских предприятиях где водители 20 лет воровали и потом тут пришли махнули шашкой сейчас вы будете с джипс наверное у меня никакие дискомфорты если я образно поставил там образно назвал автомобиль gps и посадил водителя и сказал теперь ты будешь ездить там доставлять клиентов на сделки о каким дискомфорте может вообще идти речь это безопасность в первую очередь никакие дискомфорта даже речи это по поводу тех людей которые сомневались многие клиенты нам говорят зачем не ставит gps оборудование не знаю где он ездит они когда-то не знаешь ну как ему надежда или по но он сказал я еду я еду по делу это но тут даже я живу тут вообще даже не должна стоять там ставить или не стать это настолько дешево чтобы ну как бы три копейки и ты получаешь безопасность не знаю да там получится у тебя там контролировать топлива не получит да ты пока видишь где она как она будет сколько была на разгрузке не было на разгрузке мыслимо даже сейчас не то что на автомобиле люди вручают gps кипешим чтобы контролировать торговых и все остальное потому что все прекрасно понимают если торговый представитель не приходит фактически на торговую точку у него продажа на 20 процентов в метре до силы все адекватные руководители владельца бизнес это понимает а вот если такие сопротивления там жесткие происходит там а зачем нам не надо значит пока там не руководитель не владелец не заинтересован в этом не знаю либо там какие-то другие это знаешь как нас учили в школе такое основное правило ведения бизнеса что ценность продукта должна быть гораздо больше чем цена ценность превышает цену но ценности на гпс внутри крана значительно больше чем цена спасибо тебе за обратную связь спасибо тебе за приятную поучительную беседу желаю успехов твоему бизнесу твоему каналу